всем привет в этом видео я вам покажу способы прошивки ордопилота в полетный контроллер на котором был уже предустановлен ANAV либо Betaflight ну и в принципе даже если на нем уже стоял ордопилот ну допустим вы там по ошибке не ту версию залили не тот таргет в общем всякое бывает так что приступим что нам для этого надо сначала нам надо определиться с нашим таргетом мы должны открыть файлы ордопилот.org и выбрать по что вам надо ну допустим мы будем для самолета делать у нас полетный контроллер допустим speedb wing speedb wing заходите на сайт speedb смотрите документацию и там будет написан таргет правильный данном случае ищем здесь его последняя версия это stable можете конечно latest это будет девелоперская и здесь есть speedb f-45 wing клац и нам надо версию вот эту ордопилот виз бэйл некоторые почему-то думают что бэйл это бэйл хели на самом деле нет бэйл это бутлоудер давайте теперь я вам покажу способы зайти в этот самый загрузчик чтобы ваш полетный контроллер можно было перепрошить вот этим файликом ну не забываем конечно установить все равно куб программер по той причине что если у вас свеженький компьютер у вас нифига никаких скорее всего драйверов не стоит и я вам рекомендую именно использовать куб программер его родные драйвера для стм чипов чтобы работать с нашими микроконтроллерами контроллерами по той причине что всякие приложухи типа прилагаемый вот здесь вот за диги импульс рц бывает вызывает разные проблемы не знаю с чем связано у кого-то работает у кого-то бывает только хуже и бывает так что после установки работает пока что ты работаешь с этим компом данный момент после перезагрузки у нас все слетает ни хрена никуда не подключается ничего не видит провода меняете нифига это вот часто бывает такая проблема после использования вот таких вот видимо нестандартных дровишек от вот этих вот программулик поэтому лучше использовать не сторонник какой-то софта родной стм-овский и тогда у вас почти 99 процентов проблемы с драйверами не будет и сейчас я вам покажу пример на бета-флайте как это прошивать в орду пилот допустим вас полетник в данном случае вы можете посмотреть вот здесь вот вверху когда вы подключаетесь много тут текста sky stars f 405 в принципе это есть его таргет еще раз можно проверить вот таким вот образом отключиться и нажать обновить прошивку здесь нажимаем автоопределение и бетка в принципе правильно все определяет sky stars 405 но под этот полетник у нас прошивки роду пилота нет никакого поэтому либо вы будете сами кастомную сборку собирать из исходников на этого есть более подробно на гитхабе но я думаю большинству это не особо подойдет поэтому изначально прежде чем что-то выбрать под орду пилот ознакомьтесь поддерживает ли ваш полетник данный таргет и вроде как все но самый интересный момент также это работает и на и нави том случае если у вас полетник сможет перегрузиться в дфю и у некоторых на этом как раз бывает и засада и вот как раз это видео и хочу посвятить тому как зайти в этот сраный дфю его еще называют будут лодеры в стм чипах поэтому покажу все такие возможные варианты самый простой способ это зажать кнопочку на полетном контроллере boot и включить на него питание в данном случае просто тупо подключить по юсб компьютеру это работает и также с 45 вингом с педи бишным также это работает с полетниками с кайстаром тем же самым то есть в принципе с любым полетником но есть нюанс нюанс в том что если у вас на первом порту ну арте первым какая то есть фигня работающая например у вас подключен кроссфайр или там ерлс то у вас могут быть проблемы с инициализации этого дфю бывает не с первого раза бывать по второго бывает с третьего но как ни странно вот такой режим который я вам сейчас покажу почти всегда прокатывает какой режим подключаемся к полетнику причем это можно подключиться к нему и из бета-флайта и из айна в конфигуратора данном случае через вот эту программу лю даже если вам на нем стоит бета-флайт я вам покажу сейчас этот пример то есть все подключается единственно вас просто откроется кассоль сразу она нам в принципе нужна пишем здесь b l и у нас полетник перешел как вы видите сверху дфю и в целом вы можете открыть файм вайр флешер выбрать local файм вайр и прошить той прошивкой для арбопилота после того как вы зашли в дфю режим если вы думаете что вы зайдя сюда сможете обновить прошивку нет работы не будет не знаю почему но не прошивается через бетку прошивается только через айнаф либо куб программе куб программе можете скачать вот отсюда но если вы находитесь в россии то скорее всего не сможете скачать потому что для россии ссылка работать не будет даже иногда не работает через vpn поэтому либо качайте каких-то других ресурсов также есть ссылка в телеграм-чате у нас можете оттуда скачать поэтому будем прошивать айнау потому что это на мне кажется для многих самый простой способ а теперь вам покажу как это делать с полетником у которой стоит айнаф в данном случае с педи бивинг и тоже очень интересный момент открываем бетафлайт вы скажете какого хера бетафлайт если тайна фаучил очень просто но здесь команда был уже не работает потому что это у нас айнаф то есть для бетафлайт прошивки в команду вводите bl в консоль даже если вы подключились с айнаф а если у вас там прошивка стоит айнаф то вам надо ввести команду дэфью просто запомните две команды и у вас происходит то же самое как вы видите все переключилось в дэфью поэтому еще один вам такой способ как туда зайти в принципе айнаф конфигуратор подходит любой но в данном случае будем использовать так у нас уже в дэфью соответственно надо файл флешер выбрать также выбрать лот файмер local выбираем нашу скачу на прошивку открыть здесь full чип и райс и нажимаем флеш принципе все прошивку на стирается и загружается ордопилот все у нас зашился ордопилот теперь открываем мишн плейнер можно выбрать порт авто все у нас первичная инициализация прошла успешно плата полетника просто перевернута то есть вот так должно быть и у нас готово сообщениях можете увидеть что все нормально проинициализировалась то есть она тут настраивать конечно по настройкам я думаю вы сами справитесь какие-то нюансы по настройкам дальше будут меня видосах так что не забываем подписываться на канал и смотреть плейлист с ордопилотом далее если вы хотите вернуться назад и у вас какие-то проблемы с ордопилотом возникли вы не смогли разобраться в нем у вас какие-то сложности по настройкам там еще чего-то но очень вы хотите вернуться назад либо там на бетку если это дроновый полетник был либо на айнаф то это через мишн плейнер в принципе нормально сделать невозможно для этого вам надо на полетнике зажать кнопку boot подключить питание закрыть мишн плейнер открыть айнаф и вот у вас будет дефю режим выбираете наш полетник в данном случае speedy wing седьмая прошивочка full chip и райс нажимаете загрузить прошивку онлайн и нажимаем флэш фэмвер все готово у нас теперь здесь опять айнаф включаемся как видите ком 3 определился ну допустим у нас крыло вот и все прошли мы назад да буская конечно и на фото не самое лучшее решение но зато очень простой и мне больше всего нравится это именно режим настройки очень все просто сделано в отличие конечно от мишн плейнера где черт ногу сломит так что если вам видео это понравилось подписывайтесь на канал дальше еще будет много чего интересного по ордопилоту возможно даже правильно что-то покажу если вы знаете какие-то другие методы по переходу загрузчик пишите будет очень интересно